ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ По поводу того, что врача-психиатра из города Астрахани, врача-психиатра Шишлова арестовали и дали ему 2 года колонии, поселения за то, что его пациент убил человека через 2 месяца после выписки. При этом говорится о том, что он участвовал в какой-то комиссии, и эта комиссия приняла решение о том, что данного пациента можно было освободить. Ну и, соответственно, через 2 месяца пациент убил полуторагодовалого ребенка. У меня, как у врача скорой помощи, который тоже оказывает медицинскую помощь также и больным психиатрического плана, очень много вопросов к данной ситуации. У всего нашего профсоюза много вопросов. Ну, например, что за комиссия давала разрешение о том, чтобы этого пациента выпустить на свободу и перестать лечить. Ведь в этой комиссии был не только врач Шишлова, потому что приказ о врачебной комиссии выходит по учреждению, и там должны быть, ну, начмед, какие-то заведующие отделения. То есть все эти решения принимаются коллегиально. Почему-то осудили одного врача. Мы хотим услышать, что конкретно сделал неправильный врач, потому что это может коснуться каждого. Но основная наша цель – это обратить внимание, потому что только что был такой же резонансный случай в городе Кирове, когда уголовные ответственности хотели привлечь врача-педиатра за то, что ребенка оставили без оказания какой-то там помощи. И почему-то крайне оказался, опять же, врач, хотя общественность в виде соседей, в виде участкового милиционера, в виде различных социальных служб, как бы оказались ни при чем. Все это идет как волна, волна травли медицинских работников. И почему-то наши медицинские начальники оказываются в стороне. Оказываются в стороне также ФНПРовские профсоюзы. И помощь исходит либо спонтанно, либо от таких организованных профсоюзов, боевых, ни от кого не зависящих. Это как профсоюз действий, в котором я состою. Наш межрегиональный медицинский профсоюз действий проводит акцию в поддержку врача-психиатра Шишлова сегодня в десятках городах России. Мы боремся за то, чтобы медицинское сообщество вмешалось в данную ситуацию. И на основании этого случая и прочих случаев нашла способы воздействия на судебную нашу систему, для того, чтобы экстренно, быстро и без всяких проволочек решать подобные ситуации. Продолжение следует...